Привет, народ! Прошел месяц, это значит пришло время новостей по Project Zomboid. На этот раз разработчики показали еще больше контента о кузнечном деле, показали анимации дверей и новых животных. Но перед началом небольшая реклама. OneState – мобильный РП-проект. Здесь тебя ждет огромный открытый мир Лос-Анджелеса. Никаких устаревших движков, только современная графика и физика. В отличие от других РП-проектов, на OneState ты сразу получаешь свой личный бизнес, который развивается вместе с тобой. Прокачивай офис, нанимай работников, выдавай контракты. Игра полностью состоит из живых людей. Можешь создать свой клан, пригласить туда игроков и вместе биться за звание лучшей семьи сервера. Рисуйте граффити, крышуйте бизнесы, сражайтесь с другими кланами. А когда прокачаетесь, нападайте на госфракции, чтобы держать весь штат в страхе. Возможности безграничны, ведь OneState – это огромная вселенная прямо в твоем телефоне. Скачивай игру по моей ссылке в описании и не забудь ввести мой промокод, чтобы получить бесплатную машину после обучения. Первое, с чего начинается блок – это новые анимации дверей. Двери теперь вступают в третье измерение. Они теперь не просто есть закрытые и открытые, у них теперь есть плавная анимация открытия. В будущем это может стать основой новых механик, например, открытие щелочки двери, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Также взламывание дверей, открытие их с разной скоростью и односторонние двери. Интересно, будут ли улучшены производственные двери в ресторанах, которые открываются без ручек, а просто толканием. А вот по поводу открывания дверей в машине, этот код уже существует в игре и используется в модах. Но ванильные машины еще не проработаны, так что они к этому не готовы. Дальше у нас кузнечное дело, которое шагнул за этот месяц далеко вперед. Как говорилось ранее, производственные печи и наковальни будут обладать уровнями, например, примитивные, средневековые и производственные, которые можно будет только найти. Благодаря кузнечному делу можно будет производить огромное количество расходников и инструментов. Я боялся, что все произведенные инструменты будут похожи на стандартные, как будто они только что выпущены из завода. А на этих скриншотах можно заметить самодельное оружие. Выглядят они очень примитивно, в хорошем смысле, так что разработчики молодцы. Еще у предметов будут уровни, они зависят от сырья и навыков кузнеца. И вот уже можно заметить более качественный меч. Но у разработчиков еще осталась большая работа по оптимизации всего этого в балансе и созданию новых анимаций. Железную руду можно будет найти на поверхности в лесу. Да, разработчики знают, что в наше время руду уже так не добыть, но это единственное, что подходит. По возможности они будут это дорабатывать. И вот жилы можно переработать в руду, дома выкопать яму, чтобы производить уголь. При помощи каменного молотка, деревянных щипцов, чугунной заготовки примитивной печки можно сделать уже обработанное железо. А оно уже пойдет в свою очередь на создание нормальных инструментов. Применение деревянных щипцов можно увидеть в vintage story. Голыми руками раскаленную заготовку ты не поносишь. Вот для этого и нужны щипцы. Итак, спустя время можно будет прийти к средневековому качеству оружия. Доминые печи, закаленная сталь, точильный камень и все остальное. Закончили с кузнечным делом. А дальше у нас возвращается в систему жидкостей. Как-то очень давно разработчики ее нанонсировали. А теперь ее дополняют. Можно будет смешивать разные красители для волос, от чего получатся совершенно разные оттенки, которым можно покрасить волосы. Дальше разработчики продолжили улучшать топливную систему заправочных станций. Сейчас можно выбрать количество топлива только для всех станций, но разработчики хотят вести немножко рандома. Например, будут станции, у которых вообще не будет бензина. И прикладывают этот скриншот. Неплохое новое событие для игры. Следующее – озвучка персонажа. Разработка уже подходит к концу и разработчики имеют три мужских и четыре женских голоса. Я отмечаю, что звучание еще дорабатывается. and выйти наковых. А если убенируй arrей на улицу, то для всего амби. взг анинаット что более для Michele Таки always ит гибели. Дальше у нас по списку это животные. Помимо доработки старых животных это куриц, свиней, коров и оленей, разработчики решили добавить еще новых. И к нам присоединяются еноты и дикие индейки. Если еноты будут такие же как в реальной жизни, то покоя нам не будет никогда. А дикий неплохой новый источник мяса. После животных у нас поддержка 4К мониторов. Прикрепив это видео, разработчики говорят, что теперь можно все смотреть без увеличительного стекла. И теперь можно будет играть нормально на 4К мониторах. Следующее улучшение карты. Интерьер в лабораториях и школах будет улучшен, скриншотов нет. Будут добавлены разнообразные таблички возле церквей. И будет добавлен городок в стиле Дикого Запада. Там можно будет найти много интересного лута и также зараженных актеров в виде ковбоев. Далее у нас это броня и одежда. Будут добавлены новый вид брони как налокотники и наколенники. Они будут спауниться и их можно сделать. Например, спортивные наколенники или наколенники спецназа. А можно будет сделать средневековые наручи. Ради баланса шлемы, маски и некоторые головные уборы будут частично влиять на слух и зрение персонажа. И еще будут наплечники из американского футбола. Так что ожидайте зомби в такой броне. У одежды теперь будет заданное определение для альтернативной модели одежды. Например, при определенных обстоятельствах модель куртки будет меняться, чтобы не было ошибок наложения. И всю новую броню, такие как налокотники, можно будет надевать на разные конечности. И как видно на скриншотах, их можно надевать даже разные. И в помощь игрокам все одинаковые пары будут отображаться в луте. И напоследок интересный скриншот. На нем можно заметить новую броню, труб быка, созданные инструменты и оружие, и также кубки с медалями. И оставшаяся информация. Разработка игры продолжается во всех направлениях. Продолжается разработка интеграции дискорда и создание видео для обучающих окон. И помимо этого, в команде разработчиков появился новый человек, Томас Гимпритьер. Он создатель модов на Майнкрафт, и участвовал в разработке океанических и деревенских обновлений Майнкрафта. И этот новый человек очень ценен для разработчиков. На этом все. Неплохой и довольно интересный получился блог на этот раз. Я надеюсь, что разработчики скоро выпустят 42-го билд. Не забудьте подписаться, поставить лайк и до новых встреч.